привет ребятушки ну что как я делаю подвесы на свои картины я пишу обычно на двух видах холста это живописный лен и апретированная двунитка или суровая двунитка хлопковая как ее еще называют честно говоря очень люблю писать именно на апретированной двунитке если у меня например картина на лине то я для подвеса использую льняной жгут или джутовый жгут у нас продается честно говоря в стрейтинг магазинах хороший вес выдерживают а для хбшных использую обычный вот такая полиамидная нить она естественно не натуральная она выдерживает очень очень большой вес она почти вообще не тянется то есть она как бы вообще не тянется вы разорвать ее вообще никак не сможете руками так точно рассчитана на очень большой вес вот и она хороша потому что ну хорошо смотрится на на фоне светлого холста вот а это хорошо смотрится на фоне темного логично логично я попробовала очень много разных видов подвесов и честно говоря в основном я все-таки использую вот эти вот такие вот подвесики вы не смотрите на эти что они как будто бы побольше на самом деле они более хлипкие чем вот такие потому что вот эта штука разъезжается немного ну вот это вот сама очень тонкая ну она прекрасно держит на самом деле небольшие холсты но мне больше всего нравится все таки вот этот вот вариант я думала вот эти использовать для больших холстов но не такая не такое мне большое доверие вот этой вот штучки поэтому если у меня холсты большие ну там приближаются к метровому размеру то я использую вот такие вот строительные уголки так вот они выглядят по 4 штучки продаются в строительном магазине наборочки но иногда и поштучно могу немножко вот это вот кружочек внутри наждачкой пройтись для того чтобы он был более мягким не режущим нить но основном для больших холстов использую вот это вот а для холстов для больших это там 80 сантиметров и выше а для всех остальных я в основном использую вот этот штифт с петлей обычно называется в общем по-разному называется но вот так вот так вот выглядит я покупала на алиэкспресс под названием штифт с петлей я покупал там разные варианты не все оказались хорошими этот именно из нержавеющей стали он прям очень 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 крепкий но тут не только в размере дела имейте ввиду тут размер еще в подрамниках то есть когда в подрамник у меня такие хорошие подрамники и у мастера заказываю если они большие там еще зависит сколько у вас перекрести там одно перекрестие или просто планка поперечная на обратной стороне подрамника это влияет на вес потому что я вот думала что я на большие картины там например на 70 сантиметров там на 80 буду использовать вот такие вот я поставил на метровую картину вот такой вот штифт и у него от веса картины немножко стал отгибаться вот это вот петелька поэтому но там картина была из на подрамнике который больше чем обычный там у меня был заказ он больше чем обычный и соответственно тяжелее прям прилично чем обычный подрамник поэтому такая не подошла я свою обычную стала оставить вот поэтому в принципе вот это вот все можно убрать я вот эти штуки не использую в основном использую только вот два вот этих варианта этот вариант тоже хорош но чем он они разных цветов бывает я вот остального цвета покупаю бывают и желтенькие золотистые вот это тоже мы знаем можно использовать просто мне не нравится насколько высоко из картины торчит такой крючок поэтому я их редко использую в основном вот такие потому что когда они вкручиваются то они почти незаметны почти незаметны очень аккуратненько хорошо смотрятся поэтому в основном так здесь сама петелька 5 миллиметров вот и где-то около 8 миллиметров ножка вешаю я так вот у меня картина горизонтальная поэтому по классике делят на три части сторону и вот одну треть на одну треть вешают картину вот здесь вот делают подвес и вешаю честно говоря мне не очень нравится дело вкуса еще смотря как вы хотите чтобы картина немножко вот так вот под наклоном висела чтобы бликов меньше ловила либо более прямо мне больше всего нравится делить приблизительно пополам и вот эту половинку 10 еще на пополам то есть на высоте 1 4 делать подвес я сейчас уже давно делаю только так ну мне просто больше нравится вот поэтому приблизительно приблизить приблизительно рассчитываем вот так вот и половинку здесь можно это делать приблизительно с этой стороны вот вот так вот поскольку я сама натягиваю холст на вот сейчас сделаю тут большую наметочку вот поскольку я сама натягиваю холст на подрамник и потом только вы проклеиваю то увидите я когда натягиваю я сразу подгибаю холст чтобы у меня здесь нитки не торчали то здесь буквально сколько остается там сантиметр где-то у меня там пол сантиметра ткани которую я вот так вот подгибаю чтобы аккуратненько было ничего не торчало и плюс еще такой вариант такая штука если я не на заказ пишу картину сразу а просто пишу и потом вешаю складываю то я не слишком сильно закрепляю видите у меня здесь скобы не не очень сильно забиты это для того чтобы когда картина написано я смотрю если у меня место чтобы повести на стену или если у меня мало места то удобнее хранить конечно снимать с подрамника холст очень мало места занимает и аккуратненько можно хранить тогда я беру вот такой вот строительный скобы удалитель если у вас такой штуки нет и вы имеете дело со скобами советую не мучиться сразу купить такую вещь потому что я сначала доставала скобы ножом отверткой в общем всем чем только можно даже каким-то канцелярским только такой маленький есть скобы удалитель канцелярский в общем если вы это делаете редко то окей но если вы хотя бы одну один вот такой вот холст будете снимать с подрамника посмотрите сколько здесь этих скоб вы себе так изранить пальчики которыми потом будет неприятно рисовать вот что не стоит она того не стоит вот поэтому у меня появился такой скобо удалитель вот я просто от картины то есть вот такой держу так вот можно подсовывать вот видите день имеет скругли скругление вот такой посовываете и вот так вот просто надавливаете и и скоба достается вот лучше это делать именно в эту сторону потому что если делать вот так вот нечаянно тут может сорваться и вы можете проткнуть себе холст поэтому делайте вот в эту сторону ну вот но мне это сейчас не понадобится шилом все эти инструменты у меня появились после того как я сначала поэкспериментировала и изранила себе руки и после того только обычно как я себе израню руки я в общем перестаю вести переговоры со своей внутренней жабой и просто иду иду и покупаю какой-то нужный инструмент вот дырочка есть берем наш штифт с петелькой с ушком разум называется и вот так вот вставляем уже в подготовленную дырочку и и просто прокручиваем несколько раз пока это ну легко идет без без усилий вот несколько раз прокрутили она уже держится и я просто вставляю шила вот в эту петельку немножко мешает и вот так вот вертикально оставляю эту петельку уже чтобы с этой стороны можно взять линеечку и отмерить ровненько столько сколько нужно сюда честно говоря я линейку редко использую я обычно просто вот так вот ставлю шила на серединку ушка петельки и здесь вот у меня получается палец на край холста где-то вот так вот здесь эти ножка петельки вот так вот на эту сторону переношу вот так она у меня чуть больше чем в два раза длиннее хотя прилично длиннее чем длина холста есть разные способы но я на самом деле покажу вам так как я делаю продели вот продела теперь продеваю вот сюда вот и завязываю просто вот где-нибудь вот тут вот с краешку холста так вот завязываю а теперь захватывая захватывая ту нить завязываю еще раз и в это в этом в этот момент делаю натяжение которое которое мне нужно а натяжение обычно у меня достаточно сильная вот так 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 вот делаю узел и еще раз узел вокруг натяжение нам нравится хорошо тогда теперь с двумя этими я делаю вот чтобы не вокруг узел делать а узел вот такие узелочки где-то 3 узелочка не делаю ну ребят это просто я так делаю просто это так делаю я вот у нас получается так вот вот и на самом деле можно просто теперь отрезать вот и этот хвостик вот тут вот будет сбоку просто вот так вот можно оставить но если картина на заказ или или просто мне захотелось то я беру вот эти вот штучки продаются всяких магазинах и с нитками с клепками вот такой зажим разных цветов бывает серебристый и более золотистый более светлый более темный так смотрите тут у меня вот узелки закончились и где-то отступаю сантиметров 5 можно пройтись моментом кристаллом и приклеить вот тут уж прошлись и вот так вот приклеили приклеили вот сюда вот и будет у вас вот так держаться а можно не проходиться и сразу закрепочку сделать ну или даже если бы вы без закрепочки можно просто вот так вот приклеить моментом я сейчас не буду приклеивать вот я эти все ниточки собираю вот так вот внутрь так тут у меня далековато торчит чтобы на подрамник не заходила вот видите собрали все ниточки внутрь но я ее защипливаю вниз лицом к холосту вот так вот чтобы сверху вот эти две бубочки оставались вот и теперь беру плоскокупцы и защелкиваю и вот так вот у нас получается тут все зажат аккуратненько будет вешаться вот так вот делаю я ну если вам вот эти штучки не нужны то на самом деле можно вместо них вот так вот когда у вас здесь идет просто степлером несколько раз веревочку закрепить закрепили и можно еще хвостик так вот подогнуть еще закрепить будет у вас великолепно держаться и то же самое с обратной стороны на тени натянули хорошенько закрепили степлером хвостик отогнули сюда еще раз закрепили все будет отлично держаться мне просто нравится вот эти маленькие видеть она не сильно высоко торчит и выглядит аккуратненько вот так вот я делаю обычно боковые стороны на картинах в цвет картины крашу боковую сторону акрилом а потом могу каким-то золотистым пройтись такие полосочки оставляю чтобы можно было без рамы вешать и было очень аккуратненько и красивенько вот потом я беру у меня есть перманентный маркер черный у меня деле но чем любой какой у вас есть у меня тут с одной стороны такой толстенький с другой стороны такой вот совсем тонюсенький вот и я здесь оставляю я не подписываю именем фамилии обычно я оставляю свой логотипчик и пишу холст масло размер холста принято подписывать сначала ширину потом высоту то есть если у вас вычинутая картина то вы сначала пишете 40 а потом высота 30 я тут пишу сантиметров большой метровой картину мне не казалось поэтому взяла подрамник маленький как я креплю вот эти получается вот с этой стороны у нас картина натянута с этой стороны мы ставим крепление и я его выставлю вот таким вот образом вот не сюда креплю а вот с этой стороны подрамника креплю прикручиваю здесь шурупчик вот и так получается двух сторон и вот здесь натягиваю нить вот поскольку здесь бывает рисковатый вот этот вот угол можно немножко чуть-чуть наждачкой пройтись и вот так вот у меня висят большие и тяжелые картины а для всех остальных я использую маленькие штифты с петлей вот так вот выглядит вот это полиамидная нить на холсте светлым здесь немножко по-другому можно закреплять потому что здесь сложнее делать натяжение нити из-за того что джут или лен имеет более рыхлую структуру очень легко натяжение сделать а вот это очень очень скользкая поэтому сложно я беру вот эту нить полиамидную видеть она уже сложно в два раза и она вот больше на всякий случай больше ширины все равно и стороной где у меня вот этот загиб вот эту вот петельку я и вот продела и теперь вот в эту петельку эту петельку вот у нас получается все такой держится а теперь вот вот эти вот окончания просовываю сюда вот у нас получается так а теперь просто закрепляю делаю узелок вот так вот и затягиваем с этой нитью удобнее делать так потому что очень сложно отрегулировать ее натяжение тем способом особенно на маленьких картинах вот тут удобненько вы сразу натяжение делаете хорошее то что она скользкая она скользкая с ней немножко не так легко как с джутовой нитью так и делаем еще еще раз теперь так же как и там несколько раз так вот сделала теперь так же как и из джутовой нитью просто вот этот вот кончик делаю еще три узелка вот здесь еще один так теперь можно просто вот так вот оставить этот хвостик только здесь обрезочить еще и подпалить спичкой либо или поскольку у меня тут же все равно лежит открытый клей момент кристалл универсальный я смазываю веревочку в итоге я решила на некоторые светлые делать тоже вот этот жгут потому что мне больше нравится как он себя ведет в процессе не такой скользкий удобный в общем вот такой вариант вдохновение вашему сердечку и творческих успехов так вот и 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 Продолжение следует...